Боже спаси Алима! Родители пострадавшего в Крокус-сити-холле Бобруйчанина молятся о его выздоровлении. Очень педантичный человек, очень чистоплотный и очень порядочный, честный. Что известно о земляке? Запретный урожай в городе задержан конопляной аграрии. Устанавливается причастность лица к сбыту наркотического средства. Расслабиться или подзаработать. Громкий мир музыкальный коллектив «Шинанай» даст отчетный концерт. Мы задаем планку, на которой должны смотреть все коллективы. Когда зарядиться хорошим настроением. А также вектор сотрудничества, активная пассивная и рост доходов. Белстат подсчитал, сколько белорусы заработали в феврале. Кто получал больше всех? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент встретился с губернатором Омской области. Крепкая экономика может стать одним из ответов на вызовы и угрозы, которые обрушились на Минск и Москву. Одним из перспективных направлений взаимодействия на злобу дня с российским регионом может стать импортозамещение, в том числе в сельском хозяйстве. Тем более, что уже есть хороший пример двустороннего сотрудничества. Расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путином еще накануне. Президентских выборов спокойной жизни нам не дадут. И истории все больше и больше будут запутанными, сложными. Как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье. В это сложное время, так же и на губернаторах, лежит особый груз ответственности, прежде всего по обеспечению нашей общей безопасности. Трагические события в Подмосковье также об этом свидетельствуют. Но должен вам сказать, что мы эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство того, как должны работать в союзном нашем государстве два президента и наши спецслужбы. Александр Лукашенко и Виталий Хаценко обсудили широкую повестку, договорились взаимодействовать по всем направлениям экономики, гуманитарного сотрудничества. Есть интересные проекты, связанные с созданием мультибрендового центра всей белорусской техники на территории края. Кроме того, обсуждается возможность открытия в Омске белорусского торгового дома, где была бы представлена широкая линейка белорусской продукции. Уму непостижимо. Вот уже четвертые сутки весь мир не выпускает из рук телефоны. Правоохранители по крупицам восстанавливают хронологию событий. А медики сражаются за жизни пострадавших мирных жителей в страшном теракте в Подмосковье. Погибли свыше 130 человек, в том числе трое детей. Среди пострадавших и белорус. Мы желаем поздоровления всем, кто на данный момент находится в больницах. Это страшные кадры из подмосковного Красногорска, где в пятницу 22 марта во время концерта группы «Пикник» в здание вырвались неизвестные и начали расстреливать зрителей в упор. Первыми удар на себя приняли охрана и контролеры мероприятия. Среди них и белорус Алим Кашеваров. Мы узнали от наших детей. Слава Богу, у нас дети дружат между собой. Напротив, брат живет средний. Вот они с женой увидели это все в интернете. Дозвонились до больницы, узнали, в какой больнице он там увидел. Но до утра они нас не беспокоили. Если сейчас это пустота какая-то, невозможно, тогда это вообще какой-то взрыв был. В 13 километрах от Бобруйска в небольшой деревне живут родные и близкие Алима Кашеварова. Мать, отец, средний брат с семьей. В городе сестра, племянница. Пострадавший всегда мечтал жить вдали от суеты, поэтому несколько лет назад выкупил дом деда и начал стройку. Все своими руками. Он не хотел ехать, он устал ездить вахтами, он хотел уже где-то остановиться, но он решил построить баню, достроить. И поэтому решил, что он останется до лета. Плюс его попросили очень сильно, чтобы он там был, потому что он был на хорошем счету. И ему повторно после того, как после ковида открылся Крокус, его попросили вернуться. Все, что сделано во дворе, здесь раньше была очень страшная территория, сарай, такое, все разобрал. И Алим очень педантичный человек, очень чистоплотный и очень порядочный, честный. Алим Кашеваров больше пяти лет трудился в Крокусе контролером. Работа вахтовая, две недели там, две дома. Во время рокового концерта мужчина должен был быть уже на родине, но администрация попросила задержаться. Сейчас в Москве средний брат Алима Александр. Родители дома ждут новостей. Алим Кашеваров в тяжелом состоянии, уверяют медики. Алим Кашеваров. Мы рядом с ним стояли, я на одной рамке. В Беларуси тем временем приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Увеличена плотность нарядов, которые усилены бойцами ОМОН. Тем временем семья Алимы Кашеварова благодарит всех. Люди звонят, конечно, предлагают помощь. Мы с благоустройством сын уже поехал средний к нему туда. Молодцы. Благодаря нашего мэру. Вчера райисполкома, мэр города, поликлиника, сельсовет. Все спрашивали, какая помощь. На данный момент какая помощь, только ждем. И обращается с просьбой. Нового мы ничего никому сказать не сможем. И, пожалуйста, вы нас не беспокойте пока. Будут какие-то новости, вы узнаете. Телеканал «Бобруйск-360». Весь город, вся страна молится за Алима Кашеварова и желает ему скорейшего выздоровления. Кристина Риянс, Мария Бересневич, Никита Швайковский. «Бобруйск-360». Мини-ферма «Бобруйчанин дома» выращивал коноплю. 30-летний местный житель посадил запретный огород. Мужчина пояснил, все исключительно для собственного потребления. Правоохранители изъяли у горя фермера емкости с грунтом, различные оборудования, семена и удобрения. Устанавливается причастность лица к сбыту наркотического средства марихуана. Фигурант содержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Белорусское оздоровление, возвращение на родину и новые правила. В Беларуси начали выдавать водительские удостоверения сроком на 20 лет. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Посевная в Беларуси набирает обороты. Засеяли порядка 10% площадей. Всего яровые, зерновые и зернобобовые культуры займут свыше 750 тысяч гектаров. Плюс кукуруза, гречиха и сахарная свекла. Сейчас стоит важнейшая задача – сохранить в почве влагу. Всего отечественные аграрии планируют получить не менее 10 миллионов тонн урожая. В Беларуси начали выдавать водительские удостоверения сроком на 20 лет. Это поможет снизить нагрузку на регистрационные отделы и автолюбителей. Еще одно нововведение – права будут оформлять быстрее. Процесс займет три рабочих дня. Регистрация транспорта в ГАИ также будет выполняться оперативнее. Не 10 дней, как ранее, а 7. Белстат подсчитал, сколько белорусы заработали в феврале. Номинальная начисленная средняя зарплата за второй месяц – 2025 рублей. На 34 больше, чем в январе. В лидерах традиционно Минск. Самый высокий оклад получали в сферах информации и связи, финансов и страхования, а также научной деятельности. Средняя заполняемость белорусских здравниц в прошлом году – 84%. Впервые показатель достиг до пандемийного уровня 2019-го. Отечественный лечебно-оздоровительный комплекс оказывает широкий перечень услуг. Посещают не только жители республики, но и гости. Выручка от санаторно-курортных услуг за 2023 – полтора миллиарда рублей. Аисты возвращаются в Беларусь. По информации специалистов, первые птицы прилетают обратно в республику во второй декаде марта. В Синёкой около 22,5 тысяч пар белых аистов. Энергетики республики установят более 200 платформ для гнездования. Оптимальные места определяются с учетом данных природоохранных ведомств и орнитологов. Полет нормальный. Корабль «Союз» пристыковался к универсальному узловому модулю причала российского сегмента МКС. На Международной космической станции Марина Василевская и Олег Новицкий, напомним, проводут 12 дней. В течение этого времени наша соотечественница выполнит научную программу, разработанную НАН Белоруссии и корпорацией «Роскосмос» с участием Российской академии наук. Исследования будут связаны с потенциальными межпланетными путешествиями. Планируется, что обратный экипаж вернется 6 апреля. К слову, после возвращения из космоса президент пригласил Новицкого и Василевскую в гости. Музыка в сердце. Шинанай 6 апреля даст отчетный концерт. Десятки талантливых ребят покорят сцену и под светом софитов продемонстрируют весь свой талант и задор. Многие в образцовом театре песни занимаются с раннего возраста. Главной опорой и поддержкой для детей остается бессменный руководитель Алла Ефименко. Мы задаем планку, на которую должны смотреть все коллективы нашего города, потому что мы заслужены. И я считаю, что все заслуженные коллективы должны так работать. И поэтому, когда мы делаем отчетник, я обязательно понимаю, что должна быть патриотика, должна быть Беларусь. Это без этого ни один концерт не проходит. И если песни подбираются, они подбираются соответственно возрасту, они подбираются соответственно настроению. Участники коллектива приглашают зрителей города присоединиться к торжеству музыки и насладиться мелодичными номерами. Никто не уйдет в плохом настроении. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»